Наверное, секса давно не было. Мужика у нее нет. Этим миром правит матка, а не фаллоса. Стараешься, стараешься. Пыхтишь, пыхтишь. Возьми ответственность на себя. Женщина так же сексуальна, как мужчина. И в 25 может, и в 55 может. Почему девственность до сих пор имеет какую-то ценность? К 40 годам женщина уже знает себя. Неоновыми буквами написано «отойди, убью». С головой уходят в эту роль матери, и чувство вины превращается в удовольствие и испаряется. А не слишком ли мало вы себе позволяете? Всем привет! С вами Елена Кирсанова. И у нас стал вопрос про секс в жизни женщины. Я думаю, вы со мной согласитесь, что секс влияет на женщину. Особенно, если хороший и с удовольствием. Многие до сих пор хорошее настроение связывают с оргазмом и блеском в глазах. Но ведь так же осталось много предрассудков. Об этом все мы не только. Мы сегодня поговорим с нашим экспертом. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях психолог Елена Новоселова. Очень рада, что вы прошли. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо, что позвали. Считаю, что у нас сегодня очень интересная тема. Как секс влияет на женщину? Какое место занимает он в ее жизни? Вот знаете, среди знакомых есть до сих пор такое утверждение, что женщину с женщиной делает только секс. Вот о чем оно на самом деле? Я чаще сталкиваюсь с идеей, что женщину с женщиной делает материнство. Что касается секса, то, в общем-то, сексуальная женщина стала признаваться не так давно. И более того, всеми нами почитаемый Зигизмунд Фрейд, он как раз утверждал, что женщина не может иметь удовольствие. И очень у многих женщин это большая проблема, потому что речь шла о клитеральном оргазме или вагинальном оргазме. И был большой спор, что оргазмия у женщины – это нормальное явление. Позже выяснилось, что это достаточно редкое явление. И женщина у женщины, конечно, делает не только секс, а много-много других ее воплощений, функций, ее ипостаси и всего прочего. Соглашусь. Но, знаете, еще до сих пор тоже ведь так же есть. Вот если женщина зашла в помещение пространственное на работу, и коллеги, например, ой, не в духе, наверное, секса давно не было, мужика у нее нет. Ну, вы знаете, в этом есть небольшая доля правды, потому что, как ни странно, этим миром правит матка, а не фаллос. И дело в том, что женщина, не удовлетворенная своей жизнью, в первую очередь, когда ее тело спит или у нее нет доступа к своим эмоциям в силу любых разных обстоятельств, то действительно у нее начинается достаточно невротическое состояние. Ну, собственно говоря, весь психоанализ начался с женской истерики в викторианскую эпоху, когда слово «секс» было не то, что запрещено, это было немыслимо произнести. Или немыслимо было, например, произнести слово «ножка». И даже, как гласит легенда, ножки, кресел и стульев надевали на них чулочки, таких их прятавшие. Да, и вот, собственно говоря, эта история, она в ней есть, естественно, доля большая, несмотря на особенность эпохи, в которой она родилась, очень большая доля истины. Женщина, даже если она никогда не слышала слова «психология», или никогда этой темой специально не интересовалась, она, собственно говоря, начало и конец жизни. И это как раз мата, которая является проводником для мужчины, чтобы плюнуть в вечность. Больше другой дороги у него нет. Почему начало? Это понятно, потому что женщина рожает новых людей. А почему конец? Потому что мы бессмертных не рожаем. И это вечная тревожность. И вот от того, как женщина себя ощущает, как чувствует ее тело и ее сексуальность удовлетворена или нет, от этого очень многое зависит и в ее поведении, и в ее внешнем виде, насколько она себе разрешает быть красивой, быть сексуальной, быть кокетливой. Либо, если что-то перемкнуло, да, и доступа к своим чувствам и к себе нету, то вот тогда мы имеем как раз тот самый вариант. Вошла женщина и повесит опор. И вот как раз про удовлетворение тогда. Что мы можем сказать сегодня о женщинах? Как они к нему относятся? Если раньше, наверное, ну, может быть, там, лет 20-30 назад меньше об этом задумались, да, сейчас во всех источниках, так, женщина должна получать оргазм, то как вот сегодня она к нему относится? Вообще, мне кажется, оргазм приобрел какую-то сакральность, и если этого нет, то такое ощущение, что что-то отняли у человека. С этим все значительно сложнее. И что касается 20-30 лет назад, это опять-таки легенда Метрополитена. Я жила в то время и была уже достаточно взрослой. Нет, это обсуждалось, это говорилось, этого не было в медийном пространстве. Но это не значит, что этого не было в жизни. Поэтому это было и в жизни, это обсуждалось, и это было достаточно такой истории, которая волновала очень многих людей. Что касается сейчас, то я говорю, какая-то сакральность этому предана. Женщина, конечно же, хочет испытывать оргазм так же, как мужчина. Ничуть не меньше. Женщина так же сексуальна, как мужчина. И женщине не следует пугаться, например, того, что у нее нет вагинального оргазма. Потому что его, собственно говоря, не очень-то и существует на этом свете. Все равно это связано с ее физиологическим устройством. И связано, она достигает его иначе, чем мужчину. Ну, естественно, потому что физиология разная. И это является важной частью, потому что происходит разрядка, происходит эмоциональная разрядка, нервная разрядка. И это все идет женщине на пользу, как в психологическом плане, так и в физическом, безусловно. И то есть получается, как, по вашим наблюдениям, у женщин есть какие-то периоды или возраста сексуальности, к которым она относится по-разному к сексу. Ну, например, я могу сказать о себе. Естественно, в 20 лет я совсем по-другому смотрела на секс и на то, как влияет моя сексуальность на жизнь. Там в 30 у меня сейчас одно ощущение. В 40 будет другое. Но, конечно, от возраста к возрасту все меняется, безусловно. Было бы странно, если бы это было не так. Так же, как и у мужчины. И у женщины меняется отношение к сексу. К 40 годам женщина начинает понимать свое тело, чувствовать его, и она становится, наверное, самым бесшабашным и сексуальным существом на этой земле, очень романтичным, наверное, более легкомысленного существа, чем женщинам в 40 лет, найти очень трудно. В 20 это не так. В 20 лет стоят задачи социализации. То есть помимо секса девушку волнует, выйдет ли она замуж, если она хочет. Ей нужно решить, хочет она или не хочет, хочет ли она детей, когда она это все собирается делать. У нее какие-то карьерные задачи, старта карьеры. Там очень много забот. По специальной цели, да? Да. И причем в 20 лет человек перегружен невероятно, в 20-25 вот этими задачами. А сексуальность поддерживает гормональный фон и сама природа, потому что фертильный возраст. К 40 годам женщина уже знает себя. Женщина знает свои привычки, свое тело, свои эмоции. И вы знаете, ведь это удивительно, но для женщины в 40-45 лучший партнер – это мужчина в 27-30. Потому что он находится на пике сексуальности, она на пике сексуальности. Они очень много могут дать друг другу. Очень много. Это не значит, что они потом будут жить до 105 лет, но в любом случае очень гармоничный бывает союз. Долгий или нет, мы сейчас не про это говорим. Поэтому, да, женщина в 30 лет – это, скорее всего, все-таки материнство превалирует. Или если она решила, что у нее будут дети, и она об этом беспокоится. Очень часто, к сожалению, материнство начинает убивать в женщине вот ту ее сексуальную часть. Огромное количество женщин после того, как родился ребенок, с головой уходят вот в эту роль матери и перестают быть для мужа любовницей, женой. Да, вот они, вот это материнство начинает накрывать вообще всю ее жизнь. Она даже и мужа может случайно уматерить, да, то есть стать для него, как мать. Эти функции выходят на передний план. Это, кстати, большая проблема для семейных отношений. А вот к 40, когда уже дети, как правило, уже хотя бы передвигаются своими ножками, 40 в 45, это уже совсем другой человек и очень романтичный. А как можно, я, знаете, задумалась, как можно сократить, может, этот срок и все же там в 30 быть на пике сексуальности? Большинство женщин получается только на большом отрезке жизни, когда уже все социальные цели выполнили, родили, пожили для всех, но не для себя. И только в 45, так скажем, жизнь начинает. Мы говорим про пик и определенную свободу, а то, что женщина и в 30 лет может быть очень сексуальной, и реализовывать все свои мечты и фантазии в 25 может, и в 55 может. Здесь речь идет не о том, что у нее какие-то вот есть вехи, которые она проходит непременно, да, в 30. Я просто привела пример из своего опыта, на как часто женщина уходит в материнство. Но это вовсе не природой обусловлено, не гормонами обусловлено, не еще чем-то, а социальным давлением, обществом, которое ей диктует определенное поведение. Или в ней срабатывает на психологическом уровне вот это самое материнство. Но это не значит, что она не сексуальна, она может быть сексуальной. Я говорила о той беде, которая может случиться, да, в плане сексуальности женщин в районе 30. Но наибольшие свободы и психологические, и сексуальные, да, вот в этом возрасте, мне кажется, это прекрасно. Зачем сокращать? А если мы будем говорить про то, какие установки нам закладывают бабушки и мамы? Ведь наверняка мы еще до сих пор это все несем с собой. Как они жили, как они относились к сексу. Ну, во-первых, никто не говорит правду, потому что это не принято. Даже если мы с вами возьмем такой интересный аспект, что вроде бы как сексуальная революция, кругом у нас информация про секс и так далее, и так далее. Слушайтесь в лексику. У нас лексика чудовищная. А ведь любое явление, которое появляется в жизни, которое входит в жизнь, оно создает свой язык. Интернет, да? Вот то, что сейчас говорит молодежь, когда они пытаются мне что-то объяснить, что там происходит в интернете и с искусственным интеллектом, я даже запятые не всегда понимаю, не говоря о том, чтобы понимать то, что язык свой создан. И они прекрасно друг друга понимают, когда говорят на этом языке и включают еще сленг туда. А что касается спокойного разговора, например, мамы с ребенком, вот старшего поколения, да, с теперь уже 30-летними, например, детьми, то это было совершенно невозможно. Нет языка. А если нет языка, значит, никакой сексуальной революции у нас не произошло. Она породила бы язык, на котором можно разговаривать с детьми, на котором можно обсуждать какие-то задачи подрастающего человека в подростковом возрасте, да, чтобы ему об этом сообщать. Нет языка. Не умеем говорить с детьми. Что нам говорили бабушки? Нам бабушки и мамы очень неправильно представляли мужчин в этом плане. Они говорили о том, что мужчина... Это даже поговорка была, что мужчинам от нас, женщин, только одно и надо. Но это, конечно, ужасно смешно, потому что ничего близкого к правде нет. Я однажды проводила опрос, довольно интересный, на радио, аудитория же большая, и задала вопрос, как чувствует ли мужчина, что женщина имитирует оргазм, и как он к этому относится. У меня был просто шквал СМС в эфире, да, но что меня поразила? Лексика, глаголы, которые употребляли мужчины. А глаголы были такого ряда. Стараешься, стараешься, пыхтишь, пыхтишь, бьёшься, бьёшься, пашешь, пашешь. То есть они все были вот из сферы тяжёлого труда, а она имитирует. Ещё и имитирует. Да, такое разочарование, такой удар по самолюбию. Из всего, а очень много было отзывов мужских, это полностью опровергало мамины, бабушкины и прочие сообщения, что мужчину не интересует ощущение женщины. А потом я и дальше спрашивала, и работала над этой темой. И моё убеждение подтвердилось в том, что мужчина идентифицирует себя как героя, как сексуального партнёра, как такого мачо или не мачо, любого, да, ну вот именно на этом фронте сексуальном, только через удовольствие своей партнёрши. И никак иначе, не через своё удовольствие, а через её. Вот тогда у него вырастают крылья. Вот тот парадокс, который старшее поколение, наверное, чтобы спасти девочек, наверное, чтобы их как-то обезопасить, внушали вот такие вещи. Это работало хорошо в 14, но это очень плохо работает в 40. Да, опять к тому же возвращаемся. Но ведь, вот как вы сказали, что языка нет, но ведь всеми жестами, повадками, невербальным языком, получается, и бабушки, и мамы транслировали, как можно и нужно общаться с мужчинами. Ну и как транслировать свою сексуальность. Не за меня... Нет, конечно. Никогда бабушки и мамы не рассказывали и жестами ничем угодно, как транслировать именно сексуальность. Всех учили быть хорошими девочками, по возможности, да. Но про сексуальность это было просто невозможно даже говорить. Даже такие естественные женские истории, как переход из девочки в девушку, и то просили врачей объяснить. Знакома. Конечно. Поэтому нет, об этом разговоров не было. И мамы могли подавать пример невольно. Например, мама развелась с отцом, у неё новый друг, который не становится мужем. Она, конечно же, с другом ведёт себя несколько по-другому, чем с детьми. Ну-то, естественно, у нас много разных апостасей поведения. И там что-то можно было срисовать. Но это только в каких-то подобных обстоятельствах и больше никак. И то это часто тот сценарий, который по рассказам подруга, говорит, господи, нет, только не так я себя буду вести. Да. Контрсценарий. Но, к сожалению, когда мы говорим только не так, мы ровно так себя ведём. А вот как связана по-вашему уверенность и сексуальность, и секс для женщины? Потому что есть статистика, да, наша любимая, что 31% женщин говорят, чтобы получать больше удовольствия в сексе, мне необходимо чувствовать себя увереннее. То есть настолько вот сильная связь. Такой получается замкнутый круг. Я не уверена, поэтому мне не нравится секс. Мне не нравится секс, поэтому я не уверена, что с этим делать. Вот представьте себе просто двух женщин, да? Одна в красивом платье, подчёркивающей все её достоинства, с ухоженной прической, с макияжем, и которая никаким образом не скрывает этих самых своих достоинств. И представьте себе другую женщину, которая одета так, чтобы ничего, даже не было намёка на особенности её, возможно, прекрасной фигуры. Они будут вести себя совершенно по-разному. Та, которая вот первая у нас, да, сексуальная, которая всё время некий соблазн, которая будет очень свободно общаться с мужчинами не в плане того, что она будет некрасиво общаться с мужчинами, переходя какие-то границы, но в ней будет всегда элемент кокетства. В ней будет улыбка, в ней будет энергия. Мало того, женщина, которая сексуальна и с большим либидо, она преображает вокруг себя всю реальность. Она же не только в сексе. Либидо – это вообще любовь к жизни, которые проявляются через сексуальность. Одно из проявлений. То есть она может сублимировать, да, ещё какие-то могут процессы происходить. Но вот женщина, которая полна энергии жизненной, она же не только в сексе. У неё больше сил, она неплохо содержит дом, она постоянно находится в движении, при этом лёгкая. А женщина, которая подавила в себя эти чувства и не разрешает себя, то ей очень сложно на самом деле и в те же сексуальные отношения вступить. Я думаю, что здесь уверенность в себе... Вообще-то странная штука – уверенность в себе. Если партнёр, вот, у неуверенной в себе женщины, как два сообщающихся сосуда, да, мужчина и женщина, даст ей почувствовать себя прекрасной, сумеет найти ключ, то неуверенность её потихонечку испарится. И она будет себя чувствовать по-другому. Знаете, очень хороший иллюстратор вот этого сообщения, вот тут как бы, да, что женщину делают любовь, чувства и сексуальность во многом. Служебный роман. Вы помните, как преобразилось? Вот это вот очень хорошая такая прямая или грубая иллюстрация. Но вот один в один так происходит во внутреннем мире. Совершенно по-другому женщина начинает себя ощущать. Ну, кстати, многие ведь говорят, по рассказам, да, женщин, что именно вот этот мужчина изменил моё отношение к сексу и к себе. Насколько связано, да? Конечно. Потому что иногда ведь даже психологи, да, эксперты утверждают, возьми ответственность на себя. Только ты можешь, там, не знаю, раскрыть свою сексуальность. Но тут приходим к тому, что и мужчина важен. А это как? Это вот только ты можешь раскрыть свою сексуальность. Это маткой подышать или устроить себе секс-соло в ванной при свечах. Что нужно сделать? Да, это какой-то странный совет, потому что секс, ну, в большинстве случаев, подразумевает мужчину и женщину. В большинстве случаев. То есть нужен партнёр или партнёршек, да, от того, как этот союз развивается и что каждый может дать другому. Да, наверное, можно через какие-нибудь техники, массажи или ещё что-то, чувственность вернуть телу, но это ещё не вся сексуальность. Но для мужчины всегда есть некоторое желание, у него есть увидеть то, что скрыто, узнать то, что скрыто. И это интригует. И когда же мы с вами говорим о том, что женщины, демонстрирующие свою сексуальность, и это стало неким трендом, то они глубоко ошибаются. Это не значит, что они действительно сексуальны и страстны. И как сами мужчины об этом говорят, очень часто женщина просто приятная, да, как-то одета элегантно, с любовью к себе, каким-то особенным чувством, оказывается потрясающей любовницей. А та дама, которая в чулках, в сеточку и в шортах, да, которые больше похожи на стринги, оказывается совершенно никакой. Вот здесь вообще серьёзный вопрос психологический, наверное, и философский. Вот внутри и снаружи, да, это не всегда одно и то же. Вот этот внешний образ себя, он очень часто не совпадает с внутренним. Но это про тот момент, что женщина как бы хочет через внешнее повлиять на внутреннее. Да нет, она хочет через внешнее повлиять на мужское внутреннее. Тоже на внешнее. А вовсе даже не на своё внутреннее. Ей хотелось бы так себя... Очевидно, компенсация происходит. Скорее всего, компенсация. У неё как раз с этим вопросом не очень, с сексуальностью. Но ей кто-то сказал, что надо. И она стала следовать этому надо. Что мы можем сказать? Как влияет отсутствие секса на жизнь женщины? Если женщина по своей природе мощная, да, с точки зрения энергии, то если секс в её жизни не присутствует, нет постоянного партнёра или партнёров, если она этой части жизни не посвящает вообще никакого времени, то, скорее всего, либо сублимация начнётся. То есть её сексуальная энергия может выливаться в творчество, может выливаться в карьерный рост, в образование, в какие-то другие действия социальные и активные. Это при хорошем раскладе. А если же сублимация не происходит, то она начинает от этого страдать. Ну, во-первых, сам секс и гормональный выплеск, который от этого происходит, улучшает значительно её внешний вид. Значительно. Это и кожа, и волосы, и состояние эмоциональное, которое тоже на всё влияет. Поэтому это очень действительно. Когда говорим для здоровья, да, иногда подружки говорят, нет, это у меня вот для здоровья. Имеется в виду вот этот огромный выплеск и гормональный статус, который появляется, и женщине это идёт на пользу. Если же этого ничего нет, ну, наверное, как витаминов не хватает. Очень похоже на это состояние. Либо это будет, как я уже говорила, мощная сублимация куда-то. Ну, тут как раз вопрос, как женщина к этому относится, что у меня нет, и окей, когда будет, я готова к этому, да. Либо второй вариант, что нет, я сейчас этого не могу себе позволить, или не знаю, или у неё там отрицательное отношение к мужчинам, да. Скорее всего, я не могу себе позволить, это немножко смешно, да, потому что всё-таки, наверное, после 12 ночи до 5 утра она не работает. И секс не занимает сутки, да, её свободного времени. Скорее всего, это звучит не так. Это звучит, знаете, как? У меня нет даже любовника, я не могу найти себе любовника, но любовника найти не так уж сложно, но у меня же должна быть любовь, а вообще он меня должен ещё и замуж позвать. И всё, и мы уходим от секса, мы уходим к метромониальным вопросам, к созданию семьи и прочее, прочее. Это не про секс вообще, это про нахождение партнёра, с которым я буду жить до 105 лет. А звучит, что я хотела бы иметь любовника, но у меня его нету. А запрос совсем в другую. А запрос совсем в другую. Потому что что значит нету времени, что значит мне не до этого, когда-нибудь потом. А как он появится когда-нибудь потом, когда у тебя неоновыми буквами написано, да, отойди, убью? Это невозможно? Женщины так катастрофически расстраиваются, именно привязываются к сексу, да. Если было первое свидание или второе, третий был секс, и он там не перезвонил, исчез. Вот до сих пор эта привязка есть. Ну, я думаю, это лучше вопрос к бабушкам, да? Почему у них есть к этому привязка? А почему девственность до сих пор имеет какую-то ценность, скажите мне, пожалуйста? Вот никакой ценности она не имеет. Она имела ценность, когда невозможно было, например, тест ДНК сделать. Мужчина должен быть уверен, что он передаст из своих генов, ну, тогда о генах тоже никто не знал. Наследственность будет его, и всё, что он заработал за свою жизнь, уйдёт в руки его наследника. Поэтому девственность была в цене. Сейчас, когда при любых сомнениях, да, всё это можно прояснить и сделать, но лучше этого не делать, то вопросов вообще не возникает. Но, тем не менее, женщины носятся с этой идеей, как будто бы она является просто свидетельством её невероятных душевных качеств. Ну, неправда же. Это всё никак не связано. Это как раз вот те уже такие застрелы с плесенью убеждения, которые нужно выкинуть из своей жизни. Вот, кстати, вы говорили, что секс – это лучшая терапия без вложений. Безусловно. Да, очень бы, да, узнать. Ну, это мы уже поговорили с вами о том, как это действует в целом на организм. Но это для мужчины и для женщины, потому что есть такие направления секса и сексуальности, которые действительно избавляют, например, от чувства вины, такого экзистенциального чувства вины. Не когда ты чужую книжку потерял, это вряд ли, да, секс поможет. А вот когда люди живут с постоянным чувством вины, будучи ни в чём не виноватыми. Ну, с детства так повелось, да. Допустим, старший ребёнок в семье, допустим, женщина, девочка. И она во всём виновата, что малыши не накормлены, ещё есть братья и сёстры, что и садик не забрала, и с дома ушла, чего-то не сделала. И она всё время виновата. И, в общем-то, не делает ничего такого, за что надо просить прощения или чувствовать себя виноватой. Навязанные чувства. Она ребёнком не была, да, получается? Да, и она отправляет себя в эту большую жизнь вот с этим постоянным чувством во всём виновата. И говорить-то не о чем, потому что она чувствует себя, ну, только что за погоду не виноватой, да, да и то не всегда. Пригласила кого-то погулять, и дождь пошёл, опять она виновата. Вот от этого чувства очень хорошо и может избавить техники БДСМа. Когда наказание, ну, естественно, по договорённости, естественно, со словом «стоп», естественно, да, со всей-со всей правильной атрибутикой, когда через наказание происходит оргастическая разрядка, и чувство вины превращается в удовольствие и испаряется. Один из техник, которые... Приятные тучи, да. Да, 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 когда действительно через какое-то время это состояние становится значительно легче. Да, да, вот стало интересно, как ещё, ну, вот так вот, если с виной работать, да, которая, так скажем, закрепощает сексуальность по-другому, это же долгие годы терапии? Да, и не всегда эффективны. Да, это по-другому, это долго... Ну, годы, может быть, да, но, по крайней мере, потрудиться придётся, и придётся пройти через большую турбулентность по отношению к самой себе и по поводу взаимосвязи с другими людьми, потому что они же тоже привыкли к определённому образу человека, который, во-первых, во всём виноват, а, во-вторых, постоянно это искупает. То есть всегда первый, как я говорю, на свадьбах и на похоронах. Ну, в общем, такой сценарий, да, тяжело из которого выйти? Да, очень тяжело. Вот тоже про сценарий, это как женщины манипулируют с помощью секса. Думаю, до сих пор эта практика у многих есть, да, я даже слышала такие выражения, что так, вот здесь накосячил, значит, месяц без секса, две недели без секса. Я говорю, а ты сама-то как будешь? Нормально, с вибратором. А пусть он поймёт. Ну, в этом мире много разной глупостей, безусловно, да, и вот это наказание через секс – это чудовищная манипуляция, которая, опять-таки, ну, как вам сказать, если в бывшие времена секс носил в себе какую-то сакральность и был запретным плодом, то в 21 веке он не является той, как бы, частью жизни, которую нужно добывать, её надо где-то найти. Предложения поступают со всех сторон. И от того, что женщина говорит своему мужчине, ты две недели без секса, я сразу представляю какого-то ослика Иа-Иа, который, да, страдает, вот он теперь без секса, его наказали, а между ними вообще есть понимание, кто женщина, кто мужчина, что их связывает, что у них за отношения. Она дрессировщица или она мама, или без сладкого оставила, да, или ещё что-то. То есть это какое-то, на мой взгляд, странное, если не сказать извращённое отношение людей друг к другу. Ну, не купил или ведро не вынес, да, там два дня без секса, без сладкого. Да в конце концов это небольшая проблема. Ну, то есть это уже не про роли мужчины и женщины. Нет, это не про роли мужчины и женщины. Там мать и сын, да, где-то есть такое. Нет, это не про роли мужчины и женщины. Это, скорее всего, про какое-то странное понимание себя и мужчины, и роль дрессировщицы в цирке. Но это ненадолго. Ну да, тоже это, я подумала, к чему это в итоге приводит? Ненадолго. К изменам либо к распаду союза? К распаду. Вы знаете, вот в этих разговорах мы всё время забываем одну очень важную вещь, что мужчина тоже человек. Он не есть предмет, не есть картонка вот такая без продолжения, без глубины, что с ним можно обращаться как наказывая, поощряя, но, собственно, с человеком, который не очень думает и не очень чувствует. Это колоссальная ошибка над теми же стихами, над которыми рыдают вот эти девушки-дрессировщицы мужей. Их написали мужчины, между прочим. Всю мировую культуру, над которыми умиляются девичьи сердца, сделали в основном мужчины. Это их мир чувствования, это они понимают и чувствуются во что-то. А вот эта современная тенденция, что мужчину надо дрессировать, она чудовищная. Но вы наблюдаете, да, что это остаётся тенденцией? Ну, наблюдаю в какой-то части. Но, кстати, теперешним поколениям 20-летних им уже это не грозит. Они уже очень далеки от этого. Ну, если только где-то там не очень постаралась среда или воспитание. А 20-летние прекрасно относятся к сексу. Ну, так же, как к еде, к каким-то естественным удовольствиям в этой жизни, он не является сакральным чем-то. Он не является проблемой, о которой надо думать, и надо его добывать всеми силами. Даже 40-летние, вот эта разница поколенческая, 20 лет, это уже совсем другое отношение. Вот те, кому сейчас 40, они в свои 20 добывали и похвалялись этим. Ну, допустим, мальчишки 20-летние, вот там что-то такое рассказывают друг другу. Сейчас этого нет почти напрочь. Потому что если есть секс, если есть любовь, или есть какие-то симпатии друг другу у парня и девушки, и нормально, а это не является ни заслугой, ни достижением, вообще ничем. Поэтому там управлять уже будет невозможно. А что, по-вашему, убивает женскую сексуальность? Женскую сексуальность убивают установки, которые достались из прошлых веков, страхи всевозможные, которыми женщина, фантомные страхи, да, она окружена. Её также может убивать безграмотность, ну, например, по поводу контрацепции, да, и она очень боится беременности, поэтому она может избегать секса. Её может убивать отношение к мужчинам в целом, потому что у неё опыт взаимодействия в семье, её родственников, мамы, бабушки, подруг, тёти, кого угодно, был очень неблагоприятным, и ей с детства внушали, что мужчина – это чудовище, и она их просто может бояться. Это, конечно, очень мощный фактор психологический. Также это могут быть либо попытки насилия, либо изнасилования, о котором молчат, к сожалению, они не идут в полицию и не рассказывают, потому что это стыдно. Это полная ориентация на карьеру. Вот совершенно ничего, кроме карьеры, есть такие люди, которые настолько ориентированы на карьеру, что им кажется, как только они достигнут какого-то результата, вот тогда жизнь не начнётся. Смогут расслабиться. Да, и этого произойти не может, потому что они теряют доступ к своим эмоциям за это время. И они к результатам приходят, да, замечательно, но опустошённые. Есть такое правило стоящее. Это во всём мире был опрос. Раз в пять лет проводится опрос «Такое счастье». Там 16 вопросов, пунктов. Вот накануне пандемии пока ещё не проводилось. Следующие. Две составляющие, которые должны всё время переплетаться между собой для счастья. Это постановка целей и удовольствие достижения этой цели. Без удовольствия цель становится тяжким грузом, и человек не проживает свою жизнь. И у него начинается выгорание. Если же это только удовольствие, то, соответственно, опустошён достаточно быстро. Бывает, теряется смысл, теряется вообще само ощущение жизни. Когда по дороге к цели человек устает настолько, идёт как будто бы в гору с рюкзаком, набитым кирпичами, и не испытывает удовольствия, то это большая беда – это выгорание. Если же он только получает удовольствие без всякого целеполагания, то это опустошение. А вот когда по дороге к цели он свои промежуточные цели радуется им, разрешает себе отвлекаться, разрешает себе проживать себя, да, тогда и цель достигается, он приходит туда наполненным. Это касается и сексуальности тоже. Я вот, кстати, только сейчас вспомнила, что многие женщины ставят себе счётчик на количество партнёров в жизни. Как будто вот если будет больше десяти, с кем был секс, то всё, я уже распутная женщина, мне нельзя... Да не рассказывайте о каком-то другом мире. Я в этом не жива, честно вам скажу. И десять – это я уже распутная. Я не знаю, это что это? Какой возраст женщина? Это возраст вот мой. А это какой? Это тридцать лет где-то. Тридцать, двадцать восемь, да. То есть есть такое убеждение, что... Мне там спрашивают, Лен, ну вот смотри, я же... Это не говорится о том, что я там рассказываю своему партнёру. Нет. Ну, естественно, зачем ему эта информация? Он говорит, я себя чувствую какой-то, ну вот прям проституткой, цитата, что как будто я уже сошла с катушек и постоянно пробуя новое. Ну, вашу подругу надо всё-таки к психологу в таком случае сходить, потому что это какая-то очень странная история. А когда мужчина говорит, что у него было десять любовниц, все считают, что так и надо. Ну, потому что он мужчина. Так женщина так же тоже испытывает те же самые чувства. И с ней может... Это всё до девственности разговор-то. Это всё про то же. Это всё вот из каких-то времён позапрошлого века, где нужно сохранять девственность, потому что мужчина, который узнает, что ты не девственна, то вполне возможно будет сомневаться в отцовстве. Вот это вот корни-то туда уходят. Но это всё позиционируется, что ставят в счётчик. Ну, я не знаю, мне кажется, этим дамам всё-таки лучше как-то либо побольше читать, да, как-то образовывать себя и жизнь по-другому воспринимать. Я не говорю, это хорошо или плохо, десять партнёров это каждый решает для себя. Надо ей это или не надо. Но речь идёт о проживании собственной жизни и что ты в ней хочешь, а не потому что есть какой-то счётчик, и после которого там какой-то цифры уже надо себя как-то чувствовать. Я подумала, может, это тоже о страхе, что ей так и не понравится. Но иногда это сочетается с тем, что удовлетворения нет с этими мужчинами. И там уже и десять партнёров, и пятнадцать. Она такая, мне всё не нравится. И вот такой страх начинает, да, у женщины быть, что так, а где вообще удовольствие от этого секса и от мужчин? Ну, наверное, ей в первую очередь нужно найти мужчин, с которым понравится, да, хоть каким-то образом считать это всё, потому что это самые разные варианты могут быть. А во-вторых, они явно ищут чего-то другого. Скорее всего, ей не нравится, потому что он не делает предложения. Скорее всего, там идёт обеспокоенность выйти замуж, а не получить удовольствие от секса. Я как-то очень сомневаюсь, что при таком взгляде на жизнь, считаю, вот эти счётчики стоят, да, и мне всё не нравится, но, скорее всего, речь идёт совсем не о сексе. Я бы там не увидела секса. Это индикатор, но не главное, да? Да, конечно. Это просто какое-то происходит смещение представления о том, чего я хочу. Ну, вот тоже сейчас, возможно, из прошлой жизни, да, такой вопрос, и старинное убеждение, что чем раньше ты начнёшь половую жизнь, тем, не знаю, у тебя лучше будет сексуальность. Или наоборот, там... Это во сколько, чем раньше? Ну, вот, как бывает, что говорят, там, начнёшь, не знаю, там, в 16, раньше узнаешь, да, что такое секс. Либо другая есть сторона, да, которая, говорят, лучше там в 20, когда вот точно выберешь правильного партнёра. А никто не говорит о том, что первый секс, да, когда влюбишься. Нет, об этом не говорят, там опять всё по числам. Когда влюбишься, когда увидишь вот это доверие в партнёре и в партнёрше, когда действительно это станет естественным продолжением влюблённости, любви, особенно первой, нежной. Нет, а вот как-то... Снова о возрасте, да, и о числах. Как-то очень странно, да. Возраст 16-20, да, но в зависимости от того, как человек растёт в 16 лет, у него могут быть совсем иные представления о себе, и ему не нужно этого. Ну, потому что, я не знаю, там учится как сумасшедший, да, хочет поступить в какой-нибудь невероятный вуз, где нужно сдать, и он сублимировал туда этот замечательный 16-летний мальчик или девочка, неважно. А потом, когда это всё сделано, начинают уже проявляться все остальные какие-то чувства. Я не знаю, как можно по числам вообще что-либо определять в этой жизни. Кстати, недавно услышала от Вадима Демчога очень, на мой взгляд, значимую фразу. Это как раз вот то, о чём вы говорили. Что по-настоящему ценно только то, что нельзя сосчитать. И вот эти вот счётчики и подсчёты, они какие-то, на мой взгляд, очень странные. Через полчаса надо целоваться или через три месяца. Ну, если у вас стоит запрограммированное на часах, вот этих умных часах, когда? Вы можете упустить возможность, когда партнёру этого хочется. Да, я сейчас только поняла, насколько вот это мешает зацикленность. Опять же, на внешнем. Это вообще непонятно на чём. Такое ощущение, что люди, вот те, которые об этом говорят, они скорее роботизированы и ориентируются только на то, что блогер сказал. Ну, хорошо, прежнее поколение, что сказала княгиня Мария Алексеевна? Теперь что сказал какой-нибудь блогер на эту тему? Вот так я и буду себя вести. Моя жизнь, моя личность, мои желания. Есть девушки в 16 лет, которые настолько физически созрели, да, что они действительно прям вот женщины молодые. А есть девчонки в 16 лет, как пацанки. У них только-только начинает это всё проявляться. И как здесь, какие общие правила могут быть? Невозможно. Да невозможно, конечно. А мы можем обозначить какую-то частоту для женщины, вот сколько ей нужно секса? Понятно, что есть там разные темпераменты, но может там не меньше, чем... Нет, не можем. Не можем. Одной женщине нужно не меньше, чем 5 раз в день. И её партнёру 10. Да, и они как-то договариваются. А есть женщины, которые 4 раза в месяц им больше, чем достаточно. Как мы можем померить либидо и определить по дням календаря? Есть люди, которые придерживаются, например, православного календаря. Там всё расписано. Но это вопрос веры. Нет, нет таких цифр. И ни один гинеколог, ни один сексолог никогда в жизни этого сказать не сможет. А я не являюсь ни тем, ни другим. Что ей комфортно, вот то для неё и хорошо. Единственное, что хорошо бы, чтобы и партнёр имел такие же приблизительно, такой же темпераменты и такие же желания. Там противоречия возникают как раз в разности вот этих потенциалов, когда мужчина более мощный, чем женщина. Или наоборот, когда женщина с более высоким либидо, а мужчина с меньшим либидо, ни хорошо, ни плохо. Но просто они разные. И здесь уже компромисс, это их дорога. Взрослые люди умеют договариваться. Договариваться, если умеют. Вот, кстати, об уме не договариваться. Я при людии, думаю, тоже очень много сказано. Но до сих пор возникает много вопросов. Нужна она женщине, не нужна. Какая нужна? Прям по техникам? Прям не по техникам. Почему? Наверное, тут и у женщин есть стеснение просить, что там, дорогой, я хочу этого. И у мужчин есть то, что как будто женщина больше наигрывает на самом деле. Вы знаете, я думаю, что секс-просвещение это то, что нужно. Потому что каждый человек знает, что, например, если не возникла сразу огромная страсть за 10 минут после первого знакомства, что между мужем и женой тоже предполагается какая-то игра. И эмоции в сексуальной жизни, секс, это же не механический процесс. Он очень далек от механического процесса. И если не создается определенное настроение, определенное прелюдия, потому что эрогенные зоны у всех разные. И если мужчина не догадался об этом подумать, ну да, женщине придется как-то что-то объяснить ему, но и в обратную сторону то же самое. Если люди вообще не общаются, что они делают в сексе? То как они вообще туда дошли? Непонятно. Доходят ведь. Если они туда дошли, они опять-таки стесняются о чем-то говорить, то тогда о чем мы разговариваем вообще? То есть, конечно же, у каждого свои какие-то есть нюансы, у каждого есть свои ощущения в теле, в чувствах, в совершенно разные формы взаимоотношений, в этой огромной стране секс. И поэтому, конечно же, если это, ну, знаете как, зубы пойти почистить, ну, тогда это будет на таком уровне, тогда это они называют сексом. Ну, я что-то в этом очень сомневаюсь. Ну, бывает, конечно, все бывает. Да, точно бывает. Конечно. А вот почему для женщины важно чувствовать себя защищенной, чтобы вступать в интимную связь? С чем тут связано? А защищенная это в каком смысле? Я думаю, что тут больше про безопасность, да, что там женщина уверена в мужчине, что она... А безопасность в чем? Безопасность, что ее не увезут в темный лес, безопасность, что над ней не будут издеваться, да, что не сделают ей больно, не причинят какого-то вреда, но еще безопасность по поводу контрацепции. Это очень высокая степень страха. Безопасность по поводу здоровья партнера. Конечно, для женщины это безусловно важно, но это не менее важно, например, по поводу здоровья и контрацепции для мужчины. Знаете, как Жванецкий говорил, вот все мужские страхи в одной фразе. Одно неловкое движение – ты отец. А он им не предполагал, потому что в конечном счете женщина решает, быть ребенком или нет. Поэтому мужчина тоже полно своих страхов. Защищенность нужна всем. Женщины больше об этом думают. Опять же о здоровье. Насилие над женщиной тяготеет вот этот факт. Она более слабая в физическом плане. Не всегда убежать сможет или что-то такое. Вот здесь она рискует, конечно же, если какие-то ситуации, в которые она может попасть. Поэтому, конечно же, ей хочется узнать о партнере больше. Как-то понять его, почувствовать, чтобы не попасть в какую-то страшную для нее ситуацию. Ну и в нашем мире сейчас столько ситуаций, даже с мошенниками, да, с теми же самыми, не только с насилием. Это бывает, действительно, может быть очень страшным. Поэтому безопасность – это самое главное, о чем должна заботиться женщина и в какой-то части мужчина тоже. Ну, например, хотя бы оставить адрес и телефон знакомому, куда она едет, на какой машине и с кем. Ну, я не знаю, какие-то, да. Это уже из ситуации все вытекает. Да, принять эти меры. А вот если женщина, например, ведет такую насыщенную половую жизнь, у нее много партнеров, может ли она этим закрывать какую-то пустоту внутреннюю? Ну, все, конечно, может быть. Все может быть. Если мы говорим о ее повышенной сексуальности, то она закрывает сексуальную часть. Да? Если же мы говорим о форме защиты от этого мира, когда есть пустота, ну, может количество в качестве неперетекающее как-то срабатывать. Но это крайне редко бывает, потому что опустошенная женщина не привлекательна для мужчины, где на нее столько партнеров. Это же считывается. Вот эта пустота, еще раз, мужчина – человек, да? И ему тоже очень хочется в партнерше видеть живого человека, наполненного. Это же обмен идет, да? Постоянный обмен. Ты мне, я тебе энергии, какими-то мыслями, эмоциями и так далее. Не забывать, что мы в партнерстве находимся. Конечно, это и есть партнерство. А если она опустошенная и отвечает «да, нет» или с какой-то унылой точки общается, с точки уныния, ну, вряд ли мужчина вступит в такой союз быстро, радостно, да, ради секса. Ну, если только он ему... Ну, нет. Нет. Я думаю, найдет другой способ. Неинтересно. Ну, кстати, вот наблюдаю, что мужчины сейчас стали... Может, не стали, а стали открыто об этом говорить, да? Что вот от этой женщины чувствую, не знаю, там, холод, делать мне нечего, я лучше сразу пойду мимо. Зачем мне тратить время? Да, и это хорошо разбивается об этой иллюзии, что мужчинам это прям нужно до зареза, и он готов всегда, везде. И по поводу каждого повода ничего подобного близко нет. Мужчина хочет тепла, да, он хочет ласки, так же, как женщина, понимания, чувственности. Он, собственно говоря, это человеческое. Елена, спасибо вам огромное. Я вот хочу, чтобы вы подвели итоги для наших зрителей и сказали пару слов по нашей теме. Именно для женщин. Милые женщины, я думаю, очень важно в этой жизни иметь огромную ценность для себя. Ценить себя, любить себя, понимать, что для вас хорошо, что плохо, разрешать себе как можно больше. Знаете, есть такая фраза, как много ты себе позволяешь. А я бы, наверное, спросила вас, а не слишком ли мало вы себе позволяете. И это касается всех областей жизни, и в том числе и проявления вашего либидо и сексуальности. Чем больше энергии в жизни, тем она ярче и наполнена. Потрясающе сказано. Друзья, также Елене мы задали пару интересных и горячих вопросов, ответы на которые вы найдете в нашем телеграм-канале RTVI по ссылке. И с вами были Елена Новоселова и Елена Кирсанова. До новых встреч. До свидания. Друзья, для меня это была одна из самых интересных и живых бесед. И я еще раз, знаете, так переосмыслила, насколько иногда убеждения, которые, опять же, мы несем с собой через всю жизнь, мешают нам наслаждаться этой самой жизнью. Их пора уже давно выкинуть. Я надеюсь, вы сделали то же самое. Пишите ваши впечатления о нашем выпуске в комментариях.